Немножко подкрепиться надо Нам потребуется много сил Наверное, самый ленивый Только сюда еще не съездил Не посмотрел Мы хотели приехать 1 числа Но в итоге приехали 5 числа Но все-таки решили тоже снять виду И порадовать наших некоторых зрителей Мы на Поклонной горе Здесь находится выставка трофейного вооружения Примечательность этой выставки в том, что на ней выставлен Леопард и Абрамс Вы просили в комментариях Леопарда? Пожалуйста, сейчас мы его покажем Что-то пахнет каким-то газом Жукстый До подрыва пердака осталось 3, 2 Ну что, как говорится с места и в карьер Мы начинаем с Леопарда А точнее с Леопарда 2 В модификации А6 Данный танк по праву находится в центре экспозиции Как наиболее ценный экспонат Его хорошо можно узнать по заостренной передней части башни Основное его оружие 120-мм гладкоствольная пушка Рейнметал 120 Длиной 55 калибров То есть получается ее длина 6,6 метра Вес танков варьируется в зависимости от модификаций Масса данного образца 62 тонны Леопард 2 является основным боевым танком Германии А также стоит на вооружении 19 стран А с недавнего времени наши уважаемые партнеры европейцы Любезно предоставили несколько таких машин Украине В итоге оказалось, что танки эти очень даже хорошо подбиваются И становятся трофеями Дальше мы пройдемся по бронемашинам разных стран НАТО А потом покажем Абрамс Так что, как говорят на телеке, не переключайтесь Первая бронемашина находится прямо рядом с Леопардом Она называется Мардер Это, конечно же, не от английского слова Мардер – убийца В переводе с немецкого Мардер – это куница Любят видать в Германии этого пушного зверька Во время Великой Отечественной войны Немцы уже использовали это название для своей ПТ-САУ Она, кстати, выставлена рядом Стоят два Мардера, как дед со внуком Преемственность поколений Дед служил фашистом в прошлом веке А внук продолжает служить фашистом в наше время Современная БМП Мардер начала разрабатываться еще в 1960-х годах Для работы на поле боя совместно с танками Леопард-2 Когда возникла необходимость в быстрой машине способной сходу форсировать водные преграды На выставке представлена модификация 1А3 Ее основное отличие от предыдущей – усиленное бронирование Чтобы наша БМП-2 не смогла ее пробить в лоб из пушки калибра 30 мм Из-за дополнительного бронирования машина потеряла 5 км в час скорости И ее максимальная скорость теперь составляет 65 км в час Вооружение БМП Мардер, 20-мм пушка и пулемет МГ-3 Также на выставке представлены бронемашины, которые мы уже видели в парке Патриот Это полностью сгоревший австралийский бушмастер Довольно неплохая машина, которую в полной мере можно назвать современной В отличие от того же Мардера и жуткой американской коробочки М113 Ее производство началось с 2005 года Основная задача этого бронеавтомобиля – перевозка пехоты и грузов до 4 тонн Машина развивает максимальную скорость 100 км в час Большой привет австралийцам, налоги которых идут вот на это Стоит ли оно того, чтобы ваши деньги вот так вот сгорели И при этом вы не защищаете никаких национальных интересов? Я думаю, что нет Рядом стоит БТР от бывших наших братушек-финов Эта машина в 80-х годах пришла на смену советскому БТР-60 Которыми до этого была вооружена финская армия Машина развивает до 100 км в час по суше и до 9 км в час по воде Может перевозить до 15 человек десанта И вооружена пулеметом НСВТ «Утес» калибра 12,7 мм Кстати, на ней отмечены попадания пуль различных калибров Следующий по порядку французский колесный танк АМХ-10 РЦР Который мы тоже уже видели в парке Патриот По сути, танком эту машину назвать можно с очень большой натяжкой От танка можно сказать только пушка, калибра 105 мм Броня же данного изделия защищает его, пожалуй, только от пуль Когда-то эти машины умели плавать Но в этой модификации опцию плавания убрали Сейчас французы активно снимают эти танки с вооружения Как и немцы снимают мардеры Заменяя их более новыми образцами техники В общем, довольно бесполезный танк для очень узких сценариев применения И мы дошли до Брэдли Эта американская БМП создавалась для борьбы с нашими БМП-1 и БМП-2 Данная модификация Брэдли М2А2 была создана в 1988 году Имеет двигатель 600 л.с. и хорошую броню Защищающую ее от выстрелов снарядов калибра 30 мм Сама же БМП вооружена 25 мм автоматической пушкой Бушмастер Интересно, что название пушки такое же, как у австралийского бронеавтомобиля Дополнительное вооружение два противотанковых ракетных комплекса ТОУ-2 Экипаж 6-7 человек в зависимости от модификации Также на эти машины устанавливалась взрывная реактивная динамическая броня Брэдли Реактив Армор Тайлз Сокращенно БРАД На видео вы можете заметить направляющие для пластин этой системы Интересно, эту броню сняли уже после того, как машину затрофеяли Или она применялась без нее Вопрос назрел потому, что в интернете есть фотографии Брэдли Как полностью обвешанной динамической броней, так и частично Да, кстати, на Поклонной горе выставлена американская гаубица М777 Или как ее называют, три топора Которую нам не удалось увидеть в парке Патриот Хочется отметить, что на выставке очень много посетителей Нам пришлось стоять в очередь на вход А к обеду людей внутри стало еще больше Видать, все проснулись и поехали посмотреть трофейную технику Кстати, среди посетителей был замечен подозрительный гражданин Возможно, тайный агент НАТО Что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях Далее выставлены украинские БТР и танки И другая техника, которую мы уже видели в парке Патриот В общем, разнообразные машины От огромных до таких, на которые без слез смотреть невозможно Посмотрите вот на это Откуда его выкопали? Здесь слово «выкопали» я употребил в иносказательной форме А вот следующую машину в прямом смысле откопали Редчайший образец украинского танкостроения И просто символ распила бюджетных денег Наши военные нашли закопанную землю на освобожденных территориях Донбасса Выкопав из земли сие чудо, все пришли в изумление Бронемашина представляет из себя шасси от танка Т-64 С наваренной сверху броней, увенчанной двумя башнями Которые к тому же еще и не вращаются Этот автомобиль украинцы назвали «Азовец» В честь одноименного украинского фашистского полка Также представлена, как я уже говорил, жуткая коробочка Американская М-113 Бронетранспортер времен Вьетнамской войны И по соседству стоит ее глубокая модификация YPR-765 Также на выставке представлена экспозиция стрелкового оружия Применяемого на СВО А еще мины, гранаты, радиостанции и противотанковые ракетные комплексы В общем все, что вы могли видеть в нашем предыдущем видео Которое мы снимали в парке Патриот Если вы еще не смотрели его, переходите по ссылке в описании и посмотрите Да, и не забудьте подписаться Потому что по статистике 90% зрителей смотрят наши видео без подписки А это не есть хорошо, потому что подписка помогает продвигать канал Так что давайте, нажимайте на кнопочку подписаться Ставьте лайк, конечно же И смотрите видос дальше А мы наконец добрались, скажем так, до вишенки на торте Которой на этой выставке является подбитый американский танк Abrams Создание этого танка является результатом совместной программы США и Германии А именно ФРГ Получившей название MBT-70 Что с английского расшифровывается и переводится как Основной боевой танк 70-х Программа началась еще в 60-х годах А первый серийный танк 70-х появился только в 1980 году Причем практически сразу же начались работы по его модернизации Вот перед вами как раз модернизированный экземпляр танка Получивший наименование М1А1 В нем американцы все-таки отказались от старой 105-мм пушки И поставили немецкую пушку калибра 120 мм Как на Леопарде 2 Но длиной 44 калибра Также в отличие от первой модификации Здесь усилено бронирование Что привело к увеличению массы танка Но, как видим, усиленное бронирование ему не помогло Танк пробит кумулятивной струей Возможно, был удар дрона в боковую проекцию башни Теперь этот танк стоит здесь Задавая резонный вопрос американцам А зачем я здесь? Я это ваши налоги Просто сгоревшие в чужой стране за интересы чужой страны Задумайтесь, жители США То же самое можно сказать и жителям других стран Подливающих масло в огонь конфликта на Украине Задумайтесь Еще раз задумайтесь Ну и напоследок хотелось бы еще показать Американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 Стоящую рядом с Абрамсом Которая должна была его эвакуировать с поля боя Но не смогла А в итоге и сама стала трофеем Интересная особенность, что конкретно у этой машины Модификации М88А1 Силовая установка была недостаточно сильной Чтобы буксировать Абрамс И требовалось две такие машины, чтобы вытащить его И еще один интересный экспонат Опять же американская бронированная машина разминирования М1150 Созданная на шасси танка Абрамс Это довольно новая инженерная машина Которая начала выпускаться с 2009 года На машину установлена странная башня Передняя часть которой имеет бронирование А задняя выглядит как просто надетый прямоугольный кожух На котором крепятся тепловизионные камеры Для полного контроля процесса разминирования, не выходя из танка Также в задней части установлены комплексы дистанционного разминирования Которые выстреливают ракету с детонационным шнуром В общем, выставка интересная Если кто живет в Москве и недалеко от Москвы приезжайте Смотрите сами Вход бесплатный Ну а для тех, кто не сможет приехать Мы сняли такое вот хоть и короткое, но надеюсь емкое видео Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пишите комментарии Товарищ майор их очень ждет Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok